мы разберемся почему просто так может разряжаться аккумулятор а также покажу как найти если что-то потребляет электроэнергию в автомобиле ну или же найдем замыкание будем все это делать на примере автомобиля вас 2109 для этого нам понадобится мультиметр самый дешевый зажимчик и ключ на 10 и так переключаем щупы в такое положение чтобы красный щуп был в режиме измерения потребителя потребителей тока черный щуп земля щупы делаем элементом точнее весь мультиметр делаем элементом цепи питания плюсовой клеммы одну на клемму аккумулятора другую на клемму который идет к стартеру предварительно выставив показатель мультиметра на 10 ампер 10 прежде чем все это делать необходимо отключить все электропотребители в автомобиле если вдруг вы это забудете сделать и потребление окажется больше 10 ампер то вы сожжете свой мультиметр сейчас у меня мультиметр показывать значение 0,17 ампера это нормальные показатели они могли быть нормальными до 0,3 ампер если же больше то непременно вам нужно искать что потребляет ток в вашем автомобиле когда мы сняли клемму с аккумулятора и включили в эту цепь мультиметр магнитола моего автомобиля автоматически перезапустилась вот так она функционирует естественно сейчас потребляет энергию может быть у вас и то же самое отключаем магнитолу закрываем все двери автомобиля чтоб не работало ничего можете также отключить сигнализацию я сигнализацию отключать не буду идем смотрим на мультиметр потребление тока еще снизилась немного то есть сейчас принципе потребляет ток только сигнализация отключать я ее не буду если вдруг у вас оказалось большое потребление тока то делаем следующие шаги крышку с блоком предохранителей берем схему с предохранителями выясняем какой за что отвечает и последовательно выдергиваем их из цепи и одновременно наблюдаем за изменениями на мультиметре если произошли какие-либо изменения значит в этой цепи и происходит замыкание или потребление тока каким-либо агрегатом данный метод применим к любому из автомобилей как отечественных так и иномарок таким способом можно легко найти что потребляет ток в вашем автомобиле ну естественно устранить эту проблему еще одно важное замечание в любом блоке предохранителей вас 2109 08 14 так далее на каждую цепь с предохранителем идет по несколько потребителей а на крышке указан лишь один именно поэтому мы зайдем на сайт и посмотрим по схеме старого образца это блок или нового посмотрим какие устройства находятся в этой цепи это поможет нам определить какую цепь или несколько цепей нам просматривать на наличие замыкания или потребление тока ссылочку на сайт оставлю в описании